Партии Беларусов на чемпионате Европы в Батуми У которого рейтинг 2501 Была разыграна защита Фелидора Ну и важный момент, первый наступил на 15-м ходу Вот здесь соперник вместо того, чтобы сделать ход ЕД Разменяться в центре И после взятия на Д4, например, конем на Е5 пойти Что удерживало более-менее равную позицию Соперник в этой позиции пошел ладья С на Е8 Сергей сам разменялся на Е5 И сделал красивый прыжок конем на Б5 После ЦБ конь бьет Е5 И здесь оказывается, что слона бить нельзя Потому что в случае, если черная пешка возьмет слона Белая ладья идет на Д7 Забирает коня После ферзь С5 ладья бьет еще и слона На Е7 После ферзь Е7 Конь Ж4 Сказывается действие слона Б2 Он связывает коня Ф6 На которого нападают еще и ферзь и конь Ну и здесь черному коню не сдобровать И согласно подсчету компьютера Черный получает мат в 11 ходов Даже при наилучшей защите с их стороны Поэтому На конь бьет Е5 Пришлось бить в ответ черным Слон взял на Е5 с нападением на ферзя Затем еще на Ф6 был размен И АБ Слон на С4 остался жив В итоге у белых две лишние пешки И позиция тоже получше Еще последовало Пешка зашла на А4 Была взята ферзем Ну и после ладья Д8 И взятия на Е7 Черные сдались ввиду потери материала И слон под боем И ладья под боем И на Ф7 пешка Тоже не защищена И грозит мат В том же четвертом туре Кирилл Ступак играл с Давидом Калашьяном Играл черными Но здесь тоже быстро проматываем Дебютные ходы Самое интересное случилось уже На выходе из дебюта На 17 ходу Соперник Вместо нормального хода Ладья Ц1 Либо такого же нормального хода Конь Д4 Взял и отвел Слона на Б1 Возможно сопернику Почудился какой-то мат По диагонали Б2-А7 Ну и как-то он Неаккуратно поставил слона Слон перекрыл ладью И ладья на А1 Осталась заблокирована Как показывает Дальнейшее течение партии Собственно Из-за этого белые и погибли Взяли черные на Ф3 Конь Ц4 Ферзь Ф5 Конь Д2 Ну и здесь был еще шанс у белых на спасение Нужно было сделать точный ход Слон Ц2 Пожертвовать качество на Ф1 И в случае если черные это качество забирают То следует Взятие на Ф6 Ферзь Аш7 Ферзь Аш8 Ладья Е1 И белые все отыгрывают У них не хватает пешки Но в данной ситуации Оказывается, что Черный король, которого выгнали в центр Нигде не может чувствовать себя спокойно И, например, после Ферзь Б2 Ход Ферзь Е4 Вел к тому, что Видимо, этот король Постоянно попадает под шахи И нигде ему укрыться Не удается Вместо этого Был ход ладья Д1 Конь пошел на Б3 Здесь еще не поздно было Взять слоном на Ф6 И осуществить Нечто похожее на то, что мы видели В предыдущем варианте Тоже король Остается черный В центре доски И тоже здесь Оценка Небольшая В пользу черных То есть Черным достаточно сложно Будет защититься От Шахов Их королю Но вместо этого Последовал ход Ладья А2 Ну и далее Кирилл Достаточно Четко Реализовал Полученное преимущество Мы видим, что Второй конь Подключается И Постепенно Эту ладью На А2 Черные Приголубили Здесь еще Красивый ход Конь бьет А3 В случае взятия На А3 Следует ладья С2 После А4 Конь С4 Слон С3 И еще один Красивый удар На Б2 Снова таки После Слон Б2 Последует Ладья С2 С выигрышем слона Ну и после Слон Ф6 Ж Слон бьет А4 Б5 Слон Ф6 Слон С4 Конь С4 Белые признали Поражение В пятом туре Вячеслав Зарубицкий Одержал победу Белыми Над Лукой Марони С рейтингом 2559 Вячеслав Разыграл Испанскую партию Точнее Они вместе с соперником Ее разыграли Ну и Партия Такой характер Носит В котором Сложно Найти Какие-то Конкретные Ошибки Мелкие Тем более Крупные Поэтому Просто Смотрим Как все Происходило В какой-то момент Вот так Черные Решили Конем На Е3 Запрыгнуть Сначала Забрать Качество Но затем Белые Его Отыгрывают Обратно Произошел Переход В такой Эншпиль В котором Белые Успели Съесть Больше Пешек Ну и Разумеется Здесь у белых Позиция выиграна Единственное Что нужно было Проявить Определенную Аккуратность Что и сделал Вячеслав Вот в данной Позиции Холодно Забрал На H5 Не боясь Пробега Пешки Вперед Забрал На G4 И здесь С помощью Промежуточного Шаха На G5 Переставил Ладью На F5 И после Король G6 Здесь имелась Возможность Вообще Цинично Побить На F2 И после Ладья на F2 Все равно У черных Нет ни единого Шанса Потому что Пешки А и Б Проходят Ферзи Более того Даже если Просто снять Все остальные Белые пешки С доски Пешки А и Б Ферзи Успевают пройти Ладья не успевает Их здесь задержать Ну а Вячеслав Сыграл Аккуратнее Не стал рассчитывать Эти варианты Хоть они и не сложно Не стал рисковать Просто Ладья F3 Пошел И соперник Здесь сдался Ну и в шестом Туре Нас ожидала Неприятность В партии Сергея Жигалка И Шахматиста Которого зовут Даниил Юфа Не знаю Может быть Юфа Конечно Но Не очень я В этом смысле Уверен В правильном Произношении Сергей В каракане Сделал длинную Рокировку Соперник Сделал короткую И Мы увидели Эффектную партию На встречных Курсах Белые Атакуют На королевском Фланге Черные На ферзевом Ну и У черных Это получалось Получше После Хода Ферзя А2 Видно Что Ферзь Попал В неприятное Положение Ну и Как-то Черные Успевают Быстрее Добраться До Позиции Рокировки Белого Короля Чем Белые До Черного Сергей Сдваивает Ладьи По вертикали H Даниил Тоже На H8 Ставит Ладью Ну и Здесь Допускает Ошибку Которая Могла Привести К тому Что Сергей Смог бы Спасти Эту Партию Вместо Нормального Хода Конь Бьет Б4 Черные Пошли А3 То есть Раскрывают Полностью Пытаются раскрыть Белого Короля После БА Конь А7 Оказывается Что у Белых Здесь Было Спасение Которое Конечно же Найти Было Очень И Очень Сложно И Сергей Его Не Нашел Был У Белых Ход С4 Такой Ход Согласитесь Очень Сложно Найти И Очень Сложно Посчитать Длиннющий Вариант Который После Него Следует После ДС Нужно Взять На Е6 Ну Такой Прямой Вариант Тут Конечно Могут Быть Ответвления После Разменов На Е6 Также Следует Разменять Все На Аш 8 И Вот В такой Позиции Ход А4 Например Приводил К тому Что Белые Здесь Не Проигрывают Ну Как Свидетельствует По крайней Мере Компьютер Который Считал Долго Долго Эту Позицию Человеку Ее Посчитать Ну Очень Сложно Сложно Поверить В то Что Черный Конь Не Успевает Прийти С А7 И помочь Пешке Пройти Ферзи С Другой Стороны Пешки А и Б Очень Опасные У Белых Поэтому Тоже Для Черных Здесь Есть Опасности Свои В общем Позиция Счетная И Позиция Такая Даже Наверное На Интуицию На 35 Ходу После того Как Было Произведено 34 Непростых Хода Поднять Ход С4 Здесь Ну Практически Наверное Нереально Если бы Сергей Это сделал То Может быть Даже Его бы Соперника Обвинил В читерстве Сергей Сделал Гораздо Более Человеческий Ход Ф5 Ну И Далее После Ферзь Бьет G5 Уже Здесь C4 Не Помогало Черные Забрали На C4 Еще Дали На C2 Шах Пришел Черный Конь На B5 Оказалось Что Белый Король Раскрыт Черные Готовы На А3 Уже Забирать Пешку Что Они Сделали После Король B2 Еще Конь D1 Такая Неприятная Вилка После Которой Сергей Сдался Но Была В шестом Туре И Приятная Для нас Партия Это Партия Алексея Федорова Который В шести Турах Уже Третью Победу Одержал Соперником Был Александр Индич Судя По всему Алексею Везет На Соперников Со Сложно Произносимыми И Сложно Читаемыми Фамилиями Алексей Играл Белыми Сицилианская Защита Вариант Найдерфа И Здесь Постепенно Постепенно Белые Переигрывали Соперника Ход Д5 Компьютер Ругает Говорит Что это ошибка Здесь Нужно Было Играть Ладья А8 Но Надо Было Дальше Считаться Со Взятием На Б7 Соперник Решил Ударить В центре Д5 ЕД Ферзи В5 Еще Ферзь Д6 Было Получше Снова Таки Как Говорит Компьютер А позиция Такая Что Вот Просто Взять И Попытаться Ее Оценить Не Будучи Гроссмейстером Но Очень И Очень Проблематично После Ферзи В5 Здесь Просто Игра Идет Что Называется В одну Калитку Просто Смотрим В этом Моменте Просто Смотрим Хотя Черные Держались Как Могли Даже Вышли Вот В такой Эншпиль Где Не остались Без фигуры Отыграли Пожертвованное Качество Но Без целых Двух Пешек Они оказались И Алексей Сначала На Б4 Пешку Поставил Которая Защищена Ладьей Затем А4 И Ладья Ф4 Здесь Соперник Судя по всему Сдался Поздравляем Алексея С третьей Победой После Шестого Тура Он был Лучшим Из Беларусов Но Те Кто Следят За Чемпионатом Знаю Что В седьмом Туре Приключилась С Алексеем Беда Которую Мы увидим Уже В следующем Обзоре Спасибо За внимание Подписывайтесь На канал Гораздо Приятнее Работать Для 100 Человек Чем Для 50 Для Тысячи Чем Для 100 Поэтому Подписывайтесь Рассказывайте О канале И Эти обзоры Мне будет Приятнее Делать И они будут Выходить Гораздо Чаще Вместе Нам Будет Интересно Любите Шахматы Берегите Себя И До Новых Встреч